Здравствуйте! Вашу вниманию предлагается обзор по ситуации на мировых финансовых рынках. Итак, сегодня в среду мы наблюдаем продолжение вчерашней динамики на рынках. А именно, сегодня Азия закрылась в основном в красной зоне, Европа открылась смешанно, что касается вчерашнего закрытия местного американского фондового рынка, то он, в общем-то, основные американские фондовые индексы закончили торги в зеленой зоне. В общем-то, наблюдая за всей этой картиной, можно говорить о том, что участники рынка снова озаботились эскалацией торгового кризиса между Соединенными Штатами и Китаем. Я уже ранее в своих обзорах указывал на то, что Дональд Трамп продолжает повышать ставки в игре, в игре, в таможенной, в торговой игре с Китаем. И это грозит, на самом деле, большими проблемами мировой экономики. На этой волне, на валютном рынке мы наблюдаем, как товарные валюты, прежде всего австралийский доллар и новозеландский доллар, остаются под давлением. Это связано с тем, что Австралия и Новая Зеландия довольно-таки активно торгуют с Китаем, и китайский местный рынок для них является очень важным. И торможение, вероятное торможение экономического роста Китая, конечно же, будет оказывать на них негативное влияние. Исходя из этого, я полагаю, что, в принципе, в краткосрочной перспективе, как минимум, эти две валюты будут оставаться под заметным давлением. Ситуация в Европе, она стабилизировалась. Здесь мы наблюдаем, как европейские валюты, а в первую очередь я имею в виду, конечно же, единую европейскую валюту и британский фунт, они консолидируются в ожидании, с одной стороны, итога заседания Европейского Центрального Банка, с другой стороны, новых новостей, позитивных новостей по Брекзиту. Ожидается, во всяком случае, главный переговорщик господин Мишель Барнье об этом говорил, что к ноябрю эта проблема может быть уже разрешена. Но, в целом, если мы с вами обратим внимание на валютный рынок, можно говорить о том, что только товарные валюты и сырьевые валюты, это те, о которых я уже говорил, это, конечно же, австралийский, новозеландский доллар, к ним еще можно присовокупить и канадский доллар, и российский рубль, довольно-таки заметно двигаются. Исходя из этого, я полагаю, что сегодня могут быть интересными две торговые идеи, а я буду говорить о двух валютных парах, евро-доллар и австралийский доллар, американский доллар. Что касается пары евро-доллар, она консолидируется в диапазоне 1.1500-1.1650. Сейчас пара находится чуть выше уровня 1.1580, вполне вероятно, она преодолеет эту отметку на волне попытки американского доллара сегодня утром на торгах в Европе продолжить свое локальное укрепление. И, исходя из этого, можно предположить, что пара может снизиться к отметке 1.1525. Что касается валютной пары австралийский доллар, американский доллар, я также считаю, что она имеет потенциал снижения. И главной причиной, как я уже говорил в начале нашего обзора, является торговая война между Штатами и Китаем. На этой волне пара может снизиться к уровню 0.7200-0.7015, но для этого ей необходимо будет обязательно закрепиться ниже уровня 0.7100. Ну что ж, вот такая вот картина сегодня складывается на торгах в Европе, на торгах днем. А я со своей стороны с вами прощаюсь, с вами был Сергей Костенко, желаю вам удачи и до новых встреч.